Они избрали будь зла, греха, они возлюбили более тьму, нежели свет, они возлюбили ложь, нежели правду. Иисус Божий говорит такие слова. Иисус сказал такие слова. Иисус сказал ему, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то и знали бы Отца. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, но ты знаешь меня, Хрин. Видишь меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи. Он разъединил нас со святым Богом. И Бог, как праведный судья, как святой, должен осудить грешного человека. Но Он любит нас. Настолько сильно полюбил нас, людей, что Он умер на кресте за наши грехи. За ваши мои грехи Христос оплатил на кресте. Если мы Христа отвергаем, Бог нам грехи прощает. Если Христа отвергаем, сами придется оплатить грешного. Иисус не только умер, Он воскрес без живого. Он призывает всех людей, обратиться и покаяться. Примириться с Богом. Читайте Иван. Молитесь с Богом. Бог слышит нас. Он разъединил нас со святым Богом. Но Бог настолько полюбил нас, людей, что Он пришел сюда в этот мир. Он оплатился в человека, стал подобный каждому из нас. Его имя Иисус Христос. Он прошел жизнь чистую, свящую примененную, и Я успокою вас. Только в Иисусе Христос человек может найти покой в своей душе. Потому что Иисус Христос пострадал на кресте за грехи наши. А мы все люди согрешили и решили славу Божию. За наши с вами грехи Христос на кресте отдал свою жизнь. Чтобы мы не были в вечном аду, а имели жизнь вечно. И Христос он умер, заплатил. Если в кладу человек Христа принимает, Бог грехи прощает. Если Христа отвергают, самим придется платить. Но Иисус не только хочу что-то глубже зато это сказать о нашей вечной душе. Где она будет, в ладу или в раю? Это главный вопрос, который человек должен избрать здесь, в моей жизни. И я вам всем желаю мира. Пусть Бог благословит вас миром и в душе, и в сердце, и в разуме. Я хочу напомнить о том, что говорит Слово Божие. Иисус говорил, придите на мне все труждающие временеты. Кто живет без спокойствия. Не найдете покой в душе ваших. Во кресте есть этот покой. Потому что Христос, Он умер на кресте за наши с вами грехи. Он заплатил на кресте. Если мы укладку Христа принимаем, каемся, просим Бог обращения, то Бог заплатил. Если отвергаем, самим придется платить вечно в аду за все свои грехи. Подумайте об этом. Христос не только умер, Он воскресен, есть живой. Он призывает покаяться людей. Примиритесь с Богом. Читайте Ивангелем, молитесь с Богом. Господи, благослови всем людей, кто здесь едет. Вас слави Одессу, Украину.